Скажите, пожалуйста, про проект, который вы со школами проводите. Как вы это начали? Сейчас на каком этапе? Что вам для этого понадобилось? У нас это очень такая бюрократическая процедура. У вас как с этим проходит? Ну, у нас в школах есть как-то медсёстры, да? И они подались на такой организации, бюро. Ну, там это. Мы просто писали, 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 писали письма и нас начали уже призывать, да? И что самое интересное, что приехать в столицу, нам понадобилось полтора года, чтобы объехать в Литву, самые маленькие деревни, школы, школы, всем понравилось, понравилось. И тогда, как говорится, как сарафаной ради, передалось, передалось. И сейчас до такого степени, что эти лекции закупают оптим. Там один район закупил три недели сразу каждый день. И сейчас в Вильнюс уже как бы на полгода мы имеем, можно сказать, контракт или договор, что будем объезжать как бы все школы. И опять приходят такие обиженные учителя. Почему вы это даёте одним классом, а не другим классом? Мы говорим, вот они же, не мы бы выбирали, выбирали ваш бюр, который нет. И сейчас идёт немножко такая тёрка, потому что как бы прозрение, ну это, как же, зубы чистить научили, а заниматься глазами не научили. Такой вакуум. Ну, а вы это проводите на какой-то постоянной системе? То есть, вот вы переходите в одну школу, вы проводите сразу нескольких классов, несколько занятий. Как это происходит? Да, ну это есть урок. Длится 45 минут. Там подберут дети. Если младшие, так мы немножко программу поменяем. Но младшие, игры больше. Если взрослые, так немножко серьёзные системы затрагиваем. Такие как алкогольник, отельник и всё. И всё остальное. Ну, а программа-то иначе. И если уже некоторые школы, которые закупают совсем другие программы, такие как телегония, чистоплодность, вот такие. Ну, а как вы замечали, потом учителя помогают поддерживать? Или детки сами занимаются вот за это время? Из-за штаты? Ну, учителя это отдельная история, как бы, да? Ну, говорю, вот было вот ярких таких два предмета в школе. Сразу, что было. Сразу, да. Одна девушка косоглазина. Так, после этого она так ярко, чётко заявила, что я уже вижу, и это-то отпустила. А другая девушка просто так демонстративно сняла очки, сложила свою эту тумбочку и положила. Говорит, всё, я домой уже прошу. Так все были в таком, ну, в восторге. Мы тоже смотрели с удивлением, что такие маленькие чудеса происходят с детьми. А дети, ну, они лучше даже поверят в эту сказку, что наши руки исцеляют, что этот палмин, который расслабляет глазные мышцы, достаточно эффективен. То есть, если начать с младшей школы и вести вот хотя бы тот же палмин, да, то есть вероятность в том, что у детей всё-таки у них без очков из школы. То есть, много лет заниматься, да? Ну, это не то, что заниматься. Мы замещаем это слово наиграть. Надо с детьми играть. И если их мыши за день напряжены, просто мы сделаем палмин. Они просто поиграли, увидели темноту, нарисовали радугу. Там, какие у них восторги, как это. Один нарисовал, другой, там, я то вижу, то вижу. Они просто поиграли, поиграли, мышцы расслабились, они пришли спокойно домой. Рад, расскажите, пожалуйста, немножко про диагностику по глазам. Для нас это, ну, такое достаточно направление, ну, скажем, неизведанное ещё. И вот я думаю, что многим будет это интересно. И, может быть, Вы сможете рассказать, какие это явные признаки, которые люди сами в себя могут посмотреть. Ну, диагностика, она называется эридотия гностика. Это по радужке глаз. И радужка глаз имеет зоны. Зоны, которые, так сказать, связаны с внутренним органом, человеком, и не только с органом, а и психологически, там, всякие болезни, когда может, может быть. И мы, эридотия гностика, можем как-то... Предоградить. Да, да, это всякие болезни. И как-то получить человеку, что надо или к врачу, или... Направить специалисту. Да. У тебя намечается, впереди та и та. Ну, как, она очень, очень полезна, потому что вообще не вредина. И детям можно, и взрослым тоже. И в Литве очень, очень мало таких. Есть только два специалиста, которые это делают. Это интересно. Мне это интересно, потому что я все-таки как-то познала эту диагностику, когда мне было сколько, 12 лет. Да, Двенедвиленко. И я... Я с мамой пошла в врачу, вот это у меня сделали, и как-то моя... Тебя зацепило. Да. Я все думала, думала, и вот сколько здесь... Три года назад я научилась в Москве этого специализации, и теперь я это делаю. Фотографирую глаза. Ну, вы говорите, чтобы можно как бы увидеть, какая болезнь будет. То есть, это даже как преддиагностика получается. Какая будет, какая есть, какая была. И детям очень хорошо, потому что есть такие, как они их называют, лакуны, вот, в радужке. И они еще ряющие, решки, а в колени, безусыргтетали. Ну, есть возможность заболеть от их болезни. И можно склонить родителей, чтобы... Ну, бывает, какие-то... Безбегать одних продуктов, других продуктов. очень интересно. И долго это обучение занимает. Может ли человек, допустим, как-то сам основу чисто для себя научиться? Сам? Нет, сам он не так, потому что эта фотография, она должна, когда мы этого сделаем, середу камеру, очень увеличивать этот... Образ. Образ. И надо знать, какие там зоны глаза, не транспорт, с элементами все. Там не только зоны, расстояние, большой, небольшой, маленький, свет. Там я пытался углубляться, но пока оставлю. Ну, что же? Лучше йогой заниматься. Я понимаю, что сейчас вот курс прошел, но все-таки для людей, которые вообще не знакомы с этим, опишите, пожалуйста, вот курс ваш в нескольких словах, чем занимаетесь, как это подаете? Потому что программа, она такая очень для людей для многих распоречная, когда, ну, люди вообще не в курсе, им хочется знать, что они получат вот с этого вопроса. Ну, первое, а мы, что они должны получить? Они должны получить осознанность, что наше зрение это не только глаза, что в этом взаимодействии очень многие аспекты. И глаза, и эти шесть глазных мышц, в которых мы обязательно должны тоже тренировать, это одно из многих составляющих. Это очень важно тоже эмоциональный фон, как мы смотрим на мир, наши программы, которые в нас записаны, наши привычки, можно так сказать, почему мы так поступаем, почему мы так поступаем. Вообще, как говорится, мы делаем эту практику, люди увидели, что они видят мозг, и что эти нейронные связи нужно тоже тренировать, тренировать, как и мышцы. Так вот, и после этого мы, как бы, и те нейроны надо еще из чего-то создавать, соответственно, кушать нормальную пищу. Вот, и я думаю, что каждый человек, который ходит из семинаров, он для себя нашел какую-то первую ступень самопознание, на которое он идет дальше. Ну, вот, как говорила одна участница, вы просто надели шапку, что это глаза, а говорите о всем человеке, о всем его, как он смотрит на мир и на окружающий среду. Это, я думаю, это в один путь здравомыслив, самопознание, самосовершенство. и вот если у вас через глаза вы потолкнулись, так это через глаза. Если через другой какой-то болезнь, так через болезнь. Понятно. Если можно, я возьму часть про питание, не буду вас мучить за то, что вы говорили, да, ответ с лекции. Но вот есть еще вопросы, люди, когда начинают всем заниматься, они пробуют все-все-все подряд, и вот очень многие пробуют массаж глаз, и говорят потом, кому-то от этого хорошо, кому-то плохо. Я даже встречала такую медовую аппликацию на глазами, это может еще как-то прокомментируете. Сколько это? Ну как, массаж это очки не лучше? Ну, это как, в первую очередь, мы не хотим давать массаж на семинарах, потому что руки не очень чистые, и может занести какой-нибудь заразу. Лучше это практиковать дома, и понемножку есть точечные точки массажа, вот те, которые мы пока на бровях, на носике, и вот это, вот это можно использовать. А самые глазки тоже можно, тоже как бы массажировать, но это лучше уже иметь чистые руки, определенную литературу я прочитал, или там у специалиста пошел, и самому это делать. То есть этим можно дополнить? Да, да, конечно можно. А по поводу аппликаций я вот пока не столкнулась и была очень удивлена, что только на них не мажут. Прекратить лучше теплая и холодная вода. Такие как очень хорошо. То есть это вот и стоточки не обязательства? Да, начинайте с обычного что есть под рукой. Теплая вода есть, и холодная вода есть. Желательно, чтобы она тоже была не из крана, хотя бы кипятком, или лучше инвестированной. Людям, которые только собираются заниматься этим вопросом, под палмами такое самое простое упражнение, что вот еще из простого вы посоветуете? Самое простое это наверное близ дали еще следующий, что мы привыкли вот сидим в робке на машине нечего делать, смотрим близ дали, близ дали. И еще самое простое наверное это рисовать восьмерки. Это и интересно и можешь обрисовывать как деревья, так и людей, что там получается и так далее, и так далее. Вот использовать эти восьмерки. А как вы составляли эту программу? То есть упражнения из бельцы, базовые? Расскажите, как вы составляли программу? Программист наш. Я 15 лет работала окулистом и я знала, что есть какие-то упражнения, но я не интересовалась им так, как потом. И вот 3-4 года назад я почувствовала, что мне не хватает только выписывать очки людям, и есть такая терапия зрения. сам отец этой терапии да, есть бельц, но то, что было очень хорошо в эти времена, потому что он жил там 150 лет назад, не хватает теперь, потому что теперь много электрических всяких приборов и глаза, глазам надо другие упражнения и самое главное расслабление и чтобы было это интересно, потому что люди теперь очень спешат везде и всегда и надо это делать, чтобы они делали это. И я всю жизнь интересовалась всякими духовными практиками и практиками Вячеслава Вроникова, там и тибетческие практики, вот Отрес он по йогу интересовался и как мое образование есть не только офталмолог, но и педагог, я умею совместить всякие методики и подготовить программу, так я и подготовила эту программу, которая состоится из трех уровней физических, это пища, это упражнения, это воздух, ну всякая физика, потом есть энергетический уровень, это меридианы энергетические и вот тибетические практики духовные и есть духовный уровень, это наши убеждения, наши мысли, наше подсознание и это очень тоже важно, потому что причина, если мы не найдем причину болезни, а зрение тоже есть болезни, мы не можем без этой причины как-то достиг стопроцентного успеха, и наша терапия, это терапия подзрения, она и называется психоэмоциональная терапия, потому что здесь не только упражнения, и потому она такая оригинальная. Понятно. А скажите, пожалуйста, насколько эффективна цветотерапия для зрения? Очень эффективна, потому что она теперь в Литве написала лучебную работу по очке Панкова, и она сделала исследование у себя, как эта световая свет терапия улучшает остроту зрения. И были группы и близорукас, и талтозоркас, и погляукомии по катаракте людей, и очень много людям помогало этого. Это очень интересно, теперь другой шаг у меня как-то получить лицензование в Литве этой терапии. Заниматься этой терапией. Да, потому что это только в России. Понятно. А вы не подскажете людям, ну вот раньше медсестры советовали деткам смотреть на темно-зеленый цвет для восстановления зрения, да, вот там травку искать, пустяки глазками. Что вы еще посоветуете людям в повседневной жизни, как они могут применить этот цвет, может окружить себя какие-то цветы? Людям надо зрение, это не только у нас, да, мы уже знаем, и надо очень, как это сказать, сконцентрировать и концентрировать в среде насильного, сконцентрировать внимание и постараться к ибуту замечать. Замечать. Ну, есть такие упражнения у нас, когда я программу делаю людям, есть недели, вот одну неделю мы называем красным, да, и они везде вот эту неделю должны замечать красный цвет, и самые кушать красную пищу, надеть на себя что-то красное, и бывает другую неделю другой, другая цвет, и бывают вот такие потом отзывы, что люди говорят, что они никогда так не замечали этот цвет, как неделю, вот, и наше зрение, она не только, это не только острота зрения, потому что, если мы не замечаем, наш мозг не понимает, видит он и не видит, и тогда это зрение бывает такая мутная, нечистая. А в каких случаях нельзя заниматься какими-то определенными упражнениями, может, есть какие-то заболевания, при которых лучше избегать? Эти упражнения, которые мы даем, они очень плавные. Нет таких, которые, исключая, стоят на голову по йоге, по йоге есть такие, которые нельзя, но одрес их не дает, всякие, которые теперь мы даем. Да, но все равно, если была операция, какая там глаза, так должно пройти три месяца. полгода, ну, бывает, но потом может, да. То есть, после чего начинать, нужно, чтобы нужно, если там была операция улучшить зрение, как лазерное называется, так очень часто и почти всегда потом, если люди ничего не делают, их зрение падает. И есть две причины, есть то, что причина, почему это зрение падало, есть у человека подсознание и другое это, что мышцы глазные не работает. Да, им не работает. И там эта операция, она помогала то времени, а потом пройдет год, три, три года и опять падает трение. Надо тренировать на всяких случаях. Ну, тоже начинаешь тренироваться, это уже как зарядка на всю жизнь получается, да? Как игра на всю жизнь. Как игра на всю жизнь. Да. Скажите, самые маленькие детки, чтобы какие-то интимные меры? С детьми надо играть. Надо играть. когда я готовлю программы для детей, у меня есть такая как надо иметь фонарик какой-то. И когда бывает потемнее, надо этим фонариком на стену всякие фигуры писать. И ребенка должен только глазами ловить эту тень сверху. И еще очень хорошо, если мамы пальминг ребенок сам не делает, но мама руки целит у мамы. очень хорошо, если вот так она поддержит ребенка на глаза погладит. А еще говорят о том, что свет от огня он хорошо расслабляет глаза. И от огня, и от поверхности споляризованный свет, она очень хорошо, и эти всякие очки от солнца не вредны, их не надо носить, потому что блокирует попадание света, и это на все организм очень плохо влияет. Это много болезней, теперь не знаю, как у вас, но у нас в Литве есть такая новая болезнь, недостатка витамина D, и она потому, что и очки, и всякие кремы от солнца на себя люди пробуют, другие болезни называют. А есть какое-то безопасное отношение? Бывает, что действительно отражает вода, очки? Да, если очень надо, тогда надевайте, но не будете, бывает привычка, вот солнце, все, очки надею, и в комнате с очками бывает, это нехорошо. Если очень надо, да, когда водим автомобилю, когда после дождя очень эта поверхность поляризованная, чувствительная, да, да, надевайте, а потом не надо. Не надо смотреть на солнце, вот, когда она очень высоко, а утром и вечером обязательно надо на солнце смотреть, это тоже лечит глаза. Ну, вот, а как женщина, подскажите, тогда многие девушки носят очки для того, чтобы солнце морщинки не видела, да, что тогда делать? Надо ходить чуть-чуть к пресынаркусь. Вот так вот надо. Надо всегда ходить голова допресня тех калва и вообще тех ну, лист по-моему с кем? А, как спальня. Да, да, и красивые будете, и не будет никаких слов. это важно уточнение с красивой. вы уже упоминали какие самые распространенные причины плохого зрения, ну вот скажите, пожалуйста, еще вкратце и то, чтобы вкратце ну, наверное, лень. Самое главное это лень. Мы хотим заниматься собой и организм или наше подсознание нас подталкивает. видит там чувак спит на печке ну, какой пиндах ему дать. Давай отнимаем зрение. Ну, давайте этот метр. Он должен что-то идти, что-то делать, заниматься собой. А там уже не важно каким способом, какой это и так далее. Ну, лежит человек на диване все день, смотрит телевизор. Как вселенная ему скажет, что ты этого не делал? Ну, прикрывает ему зрение немножко. Понял? Ну, понял. Не понял, еще его прикрываем и так далее. И все это, весь этот механизм устроен для нашего саморазвития. Вот люди должны понять, что все сделано для нас, чтобы мы могли саморазвиваться. Да. Играйте. Играйте в жесть. Играйте с упражнением для глаз. Играйте в работе. Играйте в отношениях. так, чтобы было вам вес. Здесь просто нечем заняться, чем играть. Вот вы говорили, я вспомнила еще, а с возрастными людьми вы тоже работали? Насколько эффективно с возрастными работаете? Да, очень хорошо. Потому что и результаты как-то гречо. Быстрее восстанавливается. Мотивация, если я скажу. Большая намеренность, большая мотивация у них. Ну, конечно, если там уже не все. Не болезни если там уже. Возрастные тоже получают результат очень-очень-очень. В основном люди потом переосмысливают весь этот свой жизнеопыт. что они делали, что они делали, как его девушка сказала, что я сейчас буду думать, какую информацию себя впихивать, чтобы заново-заново себя построить. Так и пожилые люди тоже не пришли за глазами, а ушли, поняли, что не той дорожкой бежали. Сейчас витамины из природы, натуральные, но зимой, например, это не всегда возможно. Как это поддерживать? витамины, которые изготовлены из натуральных продуктов, но это надо очень интересоваться, так есть или только реклама там. И да, это витамины, лютеин, витамина, всякие антиоксиданты, витамин Э, селены. Ну вот говорят, что именно для зрения их нужно пропивать не меньше трех месяцев. Да, всякие витамины не меньше трех месяцев, всякие. Всякие прибавки в пищу, как это называется. Только тогда эффект, потому что должен накапливаться эти вещества в организме и только потом они начинают действовать. Это химия. Просто. Спасибо большое. Благодарим. Благодарим. Пожалуйста.